Радио Болткома Только на Радио Болтком В любое время дня и ночи Программа Встретились, поговорили Добрый день, уважаемые слушатели Действительно, программа Встретились, поговорили Олег Пек в студии и с нами на прямой связи Коуч Ольга Троицына Здравствуйте, Ольга, добрый день или доброе утро Добрый, добрый, бодрый день Снова приятно с вами быть в эфире Мы все время Вот приглашаем наших слушателей Принимать участие в разговоре Не так, чтобы это был только исключительно Монолог или наш диалог 6212-93-9 6213-93-9 Потому что я думаю, что Проблемы, о которых мы говорим, которые мы затрагиваем Они касаются многих людей Их страхов, их может быть Неуверенности в собственных силах Иногда бывает, что Какие-то перемены в жизни Происходят только после того, когда Мы решаемся сделать Вот очень такой рискованный шаг И может быть Вот отработать свои страхи Отработать какие-то все варианты Пути к отступлению Проговорить свои мечты К которым можно идти Вот для этого требуется помощь Помощь профессионала И вот мы говорим о том, что Коучинг как раз В этом В этом играет большую роль И вот я Ну помню, что мы Начинали разговоры о смене профессии О том, насколько это сложно бывает И особенно в возрасте Если люди уже чувствуют Может быть Бремя Возраста И начинают испытывать Может быть комплексы Что они не такие Быстрые Не такие Шустрые Как вот Молодые люди И мы вот Не успели договорить Обсудить многие вот проблемы Я с удовольствием Предоставляю вот вам слово Чтобы уже задать Тему нашего разговора Благодарю Мы на самом деле Затронули Да, тему смены профессии Она очень важная Еще После Прошлого эфира На котором мы Начали эту тему обсуждать Я поняла, что Достаточно сложно Говорить на эту тему Обтекаемо То есть Мы же не можем Взять Индивидуальный случай Да, рассмотрение профессии Сколько человеку лет Какого он пола Как давно он работал Что на что он хочет поменять И хочет ли поменять И поэтому Многим, возможно Слушателям Может казаться Что мы говорим Ну о каких-то Ну настолько общих понятиях Да, что небо голубое Солнце светит И так далее И поэтому Я бы попросила Отнестись к нам С нисхождением Мы делаем То, что можем И рассказываем Столько, сколько можем Для того, чтобы Наверное Хотя бы запустить В людях Эту мысль Что что-то менять Нужно И важно В этой жизни И сегодня Я бы в этом эфире Хотела немножечко Отойти от темы Смены Именно профессии А поговорить О том О каких-то критериях В какой момент Нужно И можно почувствовать Что нужно менять Так как-то сумбурно Получилось То есть там есть Абсолютно И этих Я даже не знаю Какого-то факторов Наверное Или признаков Очень-очень много И если мы можем На этом эфире Хотя бы начать О каких-то вещах Таких очень важных Говорить И люди Заметив у себя Что-то из того Что мы будем Сегодня обсуждать Возможно Уже задумываются О смене ли профессии Или просто О том Чтобы что-то Чуть-чуть В этой жизни поменять Добавить в нее Каких-то красок Какой-то энергии Какого-то смысла И потом уже Посмотрим Как у нас Этот эфир пойдет Если опять Будет актуально Мы вернемся К смене профессии Тогда на следующем эфире Можем про профессию Можем там про энергии И продолжить Ну на любую Интересующую тему Которая выйдет Из сегодняшнего эфира Вот у меня Такое предложение Замечательно Ну вот действительно Тогда начнем с того Что свидетельствует Какие звоночки Должны Ну вот Прозвенеть Чтобы человек понял Что пора Что-то менять Потому что мы все Действительно Часто Едем Как Ну вот есть Какая-то Наезженная колея И Может быть Уже к какому-то времени Человек сменив Несколько мест работы Где-то вот он Нашел место работы И Он попадает Ну в то Что может Показаться С каким-то Замкнутым кругом Вот он Каждый день Приходит на работу С работы Кажется Что он Выполняет Один и тот же Ритуал Вот всех этих Рабочих функций И жизнь Как Катится по рельсам Там впереди Старость Пенсия Вот что Что должно Произойти Какие звоночки Чтобы понятно Было стало Что нужно Дернуть за рычаг Или стоп кран Или повернуть Поезд в другую сторону Ну именно так Вот прям Вот у меня первый пункт Так и назывался Он Жизнь напоминает День сурка Да То есть это Это прекрасный Первый повод задуматься О том Когда ты уже Не понимаешь Там сегодня понедельник Среда или пятница По сути у тебя Ничего сильно не меняется И где-то только Маячок брежет Что наверное Скоро суббота Да Но по сути Уже дни Недели И порядок дни Недели Он Не столь важен Особенно сейчас Когда многие работают На удаленке дома Ты утром просыпаешься У тебя все Абсолютно на автомате Позавтракал Сел к компьютеру Что-то поработал Пообедал И заблудился Вообще В какой-то реальности Да То есть И соответственно Я думаю Что Продуктивность И интерес к работе Конечно Она падает То есть Когда у нас есть Хотя бы этот мацион Какое-то движение Из дома в офис То есть Какие-то впечатления По пути Будь это машина Или там Общественный транспорт Ну что-то происходит Сейчас ничего не происходит Мы из одной комнаты Перешли в другую комнату То есть У нас даже теряется Вот эта небольшая Перестройка В рабочий день Но это один из таких Первых моментов И второй Который Мне кажется Очень-очень важный момент Это наше тело Как бы это не было И не звучало странно Что я хотела сказать Если мы объективно Подойдем к зеркалу И посмотрим на себя И вспомним свои фотографии молодости Я сразу хочу сказать Что есть уникальные люди Которые сейчас выглядят лучше Чем в молодости Да Это вообще Какое-то сверх достижение И мне кажется Это какой-то феномен Но по сути Что мы в этом зеркале видим Я не доктор Не врач Я когда ехала на эфир Думала Как далеко я могу зайти В своих размышлениях На тему Как мы выглядим От чего это Какие болезни Или это психосоматика И поняла Что наверное Мне надо держаться В рамках коучинга Чтобы потом Мне позвонили врачи И сказали Боже что она там рассказывает Так он даже ничего В этом не понимает И наверное Для меня было бы очень важно И то что я хотела бы донести Когда вы смотрите На себя в зеркало Только вы знаете В какой момент Ваше тело начинает Или начало меняться Мы не говорим О возрастных изменениях Как это там Морщины Или там ну что-то такое А когда тело начинает меняться Когда появляется лишний вес Потому что каждый килограмм Имеет свое объяснение И все у кого Эти лишние килограммы появились Они знают Почему они появились Не надо ходить к доктору Мы можем ходить конечно Ну там Исправлять эту историю Но когда это начинает У нас появляться Мы четко знаем То ли мы закушали Заели стресс То ли нам просто Вечером стало лень Ходить гулять на пробежку Мы выбираем сериальчики Начинаем в этот момент Кушать не знаю Там чипсы пива То есть Каждое изменение В нашем теле Это наша собственная ответственность И когда мы видим Что эти изменения Уже такие Серьезно заметные По сравнению с тем Как мы себя помним Молодыми и красивыми И стройными То это абсолютно точно Сигнал что-то менять Плюс конечно Очень важно Там симметрия тела Насколько оно Или вдруг Нас в какой-то момент Там не знаю Спину прихватило И мы теперь Вот все время Входим там На одну сторону Почему эту спину Прихватило Когда В какой момент Почему мы упустили Почему я это говорю Это очень важно В моей жизни То есть наше тело И наше здоровье Оно очень Четко реагирует На изменения В нашей жизни И на стресс В нашей жизни И если мы этого Не замечаем То последствия Могут быть Достаточно печальными Да Вплоть до больницы И у меня Несколько раз было Когда я работала На нелюбимой работе Затянуло уход С этой работой У меня был Такой стресс Что Потом Когда я справилась С этими последствиями Я для себя Четко решила Что больше никогда Я не буду работать Так В таком режиме На этого человека Но самое интересное Я это понимала И до того Как наступили Эти грустные последствия То есть это не просто Одно утро я проснулась Такая Ой что-то не так То есть я себя уговаривала Что я буду это делать Потому что там платят деньги Вот Потому что Ну вроде как Там полставки Ну деспот Начальник Или там Самодур Как вы говорили Ну ничего страшного Да Но как бы сумма приличная Но можно потерпеть Ну вот И вопрос Как долго можно Вот это вот потерпеть Исходя из тех знакомых Из клиентов Которых я вижу и знаю Обычно мы терпим До последнего И потом Когда рушится все Мы начинаем понимать Что-то было не так А тело Оно раньше Нам дает уже Эти самые сигнальчики И говорит о том Что пора бы задуматься Да И я прохожу сейчас Ну очень много Марафонов И обучений Вебинаров И тоже там Очень интересно Задается вопрос Как мы проживаем Нашу жизнь Мы проживаем ее В голове Или в теле И многие люди Проживают ее В голове То есть мы все Анализируем С точки зрения Рационального Мы все себе Можем объяснить То есть мы Объясняем Зачем он Работает Зачем мы Зарабатываем Деньги И так далее Но мы Не проживаем Свою жизнь В теле И вот когда Происходит Соединение Головы Тело И мы начинаем И вот есть Очень интересная Теория Что наша интуиция Живет в нашем теле И когда мы Себе задаем вопрос Наше тело На что-то реагирует То есть если нам Что-то нравится Мы там подаемся Вперед Если нам не нравится Мы сжимаемся Так же как на интервью Если вы открыты К разговору Вы будете сидеть Открыто Вы будете Растикулировать С вами будет приятно Если вам Задут какой-то Неудобный вопрос Мы сразу закрываемся Идем в закрытую позицию То есть наше тело Говорит за себя И вот найти Вот этот вот контакт И прислушаться к нему Наверное Это тоже один Таких очень важных Момент в жизни Ну хорошо Но с другой стороны Ведь многие Могут воспринимать Это скорее Как повод Для того Чтобы пойти в спортзал Больше ходить Может быть пешком Заниматься Какими-то пешими прогулками Но Причем тут Дескать работа Работа это одно А вот Это просто от того Что я там Скажем Запустил себя Прекрасно И вот мы переходим К следующему моменту Если человек Поняв что Эта проблема Ее можно решить Тренажерным залом И прогулками Это я считаю Вообще супер вариант Да И супер Это все очень просто То есть ты просто Находишь время Покупаешь абонемент Сейчас к сожалению Никуда не пойти Только прогулки Вот Ну или дома И я регулярно Тоже выкладываю Своим друзьям Расстылаю Нахожу на ютубе По пилатесу Ну какие-то занятия Полчаса Интенсивные Я занимаюсь Потому что Больше деваться некуда Но это очень-очень здорово Да То есть если мы доходим До того Что мы готовы Хотя бы 15-30 минут В день Уделить Телу и спорту Это уже классно И что это нам дает Это нам дает Энергию Это следующее Что говорит о том Что пора что-то менять Когда у вас И в вашем теле Вы чувствуете Что нет энергии То есть как бы головой Вы понимаете Что я бы Наверное С удовольствием Что-то сделал Что-то новое Начал Но чувствую Что нету сил Вот нету сил Нету энергии Нету какого-то там Потенциала И вот тут Если поход в тренажерный зал Состоится Это вас 100% Приведет К получению новой энергии Или вообще К получению энергии Да Вы станете Более здоровым Более энергичным Если Нет То Нужно поднимать Энергию природа Дает Под Запрос Под какую-то цель То есть Это не так Что у вас Откуда-то появилась энергия И вы с этой энергией Начали что-то делать Нет Изначально У вас должна появиться Какая-то цель Эта цель может быть Любая Может быть маленькая Начиная с изучения языка Да Мы говорили о сложных вещах Изменения профессии Но например Подучить любой язык Который вам нравится И подучить не потому Что вас заставляют в школе Или потому что Вам в университете Надо сдавать экзамен А начать его учить для себя Например Я изучала когда-то итальянский Ну потому что Мне он очень нравился Что-то до сих пор помню Потому что он мне нравился Но пригодился он в жизни Да А у меня например Дети учат немецкий Уже много лет И долбят бедным этим немецким Им не укладывается Потому что им язык не нравится Они понимают зачем надо То есть если у них будет Мотивация ехать учиться В Германию Сто процентов Они за год его выучат Если мотивации нет То нет И вот это тоже вопрос Если Есть постановка целей Есть какой-то запрос Появится энергия Мне очень нравится Опять-таки теория Что Почему нас не наделяют энергией Потому что если нету цели И движения Нас просто разорвет От этой энергии Природа нас не делит А мы ничего с ней не сделаем И поэтому природа мудря Она ждет как раз Какого-то там запроса Для того Чтобы нам выделить Этот кусочек энергии Да Но все-таки Если мы Ставим цель Как бы Беспорядоченно То есть Просто выучить язык Является ли это целью Или Все-таки цель Должна подразумевать Какое-то Я хочу выучить язык Потому что Вот я собираюсь Поехать в Германию Может быть Мне для этого Нужно знать Немецкий Или например Я учу французский Не для того Чтобы читать Там российно В подлиннике А для того Чтобы Вот конкретно Хочу получить Скажем Работу в фирме Которая связана С французским Бизнесом С французским бизнесом А вы знаете Вот прекрасный вопрос Тут Мне больше нравится Когда человек Изучает язык Потому что Ему интересно Захотелось У него есть время И потом Под это Приходят уже Предложения о работе Потому что Они не могут не прийти То есть Вы начинаете Учить язык Вы начинаете Этим интересоваться Вы понимаете Что ваши компетенции Вырастают И вы более свободно Предлагаете себя На свободном рынке Потому что Если у вас Язык Не на очень хорошем уровне А вам уже Предложили работу В Англии Во Франции У вас получается Стресс То есть Вы лихорадочно Уже не так спокойно Не с таким удовольствием Не на релаксе Начинаете этот язык изучать И вы не понимаете Где тот объем Который вы можете Экологично в себя Ну например За день вложить А где тот объем Когда уже будет Слишком много И это появляется У вас слово Надо Слово Должен А через это Ну так себе Мотивационные слова И мы тоже Все знаем То есть Когда тебе что-то надо И ты что-то должен У тебя опять-таки Мотивация падает Энергия падает И ты в конце концов Можешь уйти в состояние Да у меня вообще Ничего не получится Да может быть Вообще мне эта работа В Англии нужна До чего я там Для себя решил Да то есть Мы начинаем уходить В какие-то такие качели А если вы просто В течение жизни Изучали этот язык И вы с ним Вы с ним просто Не расставались Да там например Вы выучили его в школе Вы учили в университете Но вы живете в Латвии Активно он не был нужен Но при этом Вы время от времени Читаете книжки Вы время от времени Смотрите фильмы На английском языке Да может быть Вы берете репетитора Там пару раз в месяц Просто для поддержания Этого языка И когда вам предлагают Переехать в Лону Вам даже делать Специально ничего не надо Вы с большим удовольствием Принимаете это предложение Потому что О классно Я смогу этот навык Использовать Потому что он у меня был Он у меня есть Я уже как мы говорили Там профессия и мастерство Я уже практически Мастер в английском языке И мне надо там Учить несколько терминов Но это касается Вот скажем Конкретного примера языка Такой волшебный Я не знаю момент Когда должны прийти Ну то есть получается Что мы пытаемся Обрести какие-то знания Пытаемся расширить Свой кругозор И вот природа Должна вроде бы Волшебным образом Отреагировать На вот этот наш запрос И прислать нам Какое-то применение Для полученных знаний Что еще Вот может сигнализировать Какие вот могут быть Еще сигналы Кроме лишнего веса И вот каких-то вот Дня сурка Я это назвала Состоянием заморозки Это когда мы Начинаем Жить Прошлым Вспоминая Прошлые события Какие-то истории Из прошлого То есть Они как бы Мы живем Сегодняшним днем У нас как бы Сегодня тоже Что-то происходит Да и вчера Что-то происходило И позавчера Но вот Свои лучшие годы И свои лучшие истории Мы вспоминаем Почему-то Десятилетней давности Да Как мы Там мы не будем говорить Даже школу Университет Ну например Какое-то место работы Да И вот Ты сегодня говоришь Человекам Вот я работаю Там В компании Такой-то Но вот Когда я работал В компании Не знаю По торговле бананами Вот у нас Тогда был Крутой коллектив Вот тогда у меня Был суперначальник Мы тогда Там ездили Например На тусовки И все И ты понимаешь Что у человека Потихонечку становится Человек сам Может это зафиксировать Да Вот какой-то провал Во времени Ты начинаешь задавать вопрос А что происходило За это время И человек говорит Ну как-то ничего значимого Не происходило Да Потом Когда ты начинаешь Уже разматывать Ну как ничего значимого Там может быть Дети родились Да В другую квартиру Переехал Там еще что-то То есть были Какие-то изменения Но фиксация Внимания Произошла Почему-то Именно вот На том месте работы И самое интересное Это очень часто Сказывается Или как-то выражается Через стиль одежды И мне очень нравится Например Одноклассники Одноклассницы Люди моего поколения Которые до сих пор Деваются как студенты И мыслят как студенты А давайте просто Вещаем встретимся И выпьем Да Ну еще там До карантина У всех уже дети Ну как бы просто Вот Ну просто То есть я помню Что это вот Призыв студенчества Да И вот поскольку В студенчестве Было хорошо Мы были свободные Мы были там Бездетные Безработные И у людей Очень Ну бывает Я же не говорю Вообще что у всех Да Вот это вот Вот эти Воспоминания Наилучшие Они остаются Именно в тех временах И вот проложить Вот эту вот Тропиночку Да И понять Что да На самом деле Я тоже наверное Больше фиксируюсь На том Когда дети были маленькие Когда там Не знаю Жигули были Или еще что Да Это тоже Мне кажется Такой сигнал К тому что Надо что-то изменять И надо себя Немножко перекинуть В сегодняшний день Пойти посмотреть Что есть сейчас В магазинах масс-маркета Или там Поискать инстаграм Да И может быть Уже там Это не трикотажные платья В каких-то В ромбиках Да Которые все носили Всегда Хотя И покупали на базаре Хотя по цене Мне кажется Товар на базаре Сейчас стоит Столько же Ну стоил Да Столько же Сколько масс-маркет Но вот привычка Туда ходить И думать Что там Самая лучшая одежда Это конечно Тоже такой звоночек К тому что Может быть Надо немножечко Переместиться В настоящее Мы переместимся Сейчас в настоящее Потому что у нас Небольшая рекламная пауза После чего Продолжим беседу Ольга Троицына Коуч Мы говорим сегодня О тех звоночках Которые должны Вот на которые Мы должны обратить внимание Если вдруг Понимаем Что нужно Сменить работу Радио Болтком Мы знаем Вы слушаете Радио Болтком Продолжаем Встретились Поговорили Ольга Троицына Коуч В нашей студии Хотел сказать Ну естественно Виртуально Поскольку Времена карантинные Мы вот сейчас До ухода на рекламу Говорили о том Что Одним из таких Тревожных звоночков Это Жизнь прошлым И мне кажется Что Вообще Наверное Это Сигнал Какое-то Ощущение Наверное Старения Организма Потому что Именно вот Люди В возрасте Ну например Выходя на пенсию Когда у них Становится Меньше Ярких Событий Меньше Каких-то Встреч Контактов С людьми Повседневных Меньше Изменений Они начинают Больше Жить Прошлым Вспоминая Какие-то Яркие Моменты Если Это Случается Вот раньше Чем вы вышли На пенсию Тут Действительно Стоит Наверное Задуматься Что происходит Но Я должна Сказать Что даже На пенсии У меня Есть Прекрасные Примеры Когда Женщины Занимаются Йогой Изучают Современное Искусство Ездят На экскурсии Активно Общаются Ну вот тоже До карантина И Читают Книжки И встречаясь С ними Они не рассказывают Как они 20 лет назад Работали На каких-то Непонятных Позициях Они рассказывают О том Что они делали В эти выходные Потому что Эти выходные У них были Насыщенные Потому что Им есть Чем поделиться И есть Что обсудить И это Такие вещи Которые Не требуют Ни Каких-то Расходов Ну там Сказать Ну куда У нас Там Пенсия Никакая Да Вы нас Сейчас Посылаете Не знаю В масс-маркет В магазин И покупать Какие-то Современные Платья А это Про состояние Души То есть Йога Есть И В интернете Сейчас У всех Есть Телефоны Планшеты Ею можно Заниматься Совершенно Спокойно С подружками Сейчас Даже Мы иногда Встречаемся В Зуме Современное Искусство Сейчас Потрясающе Есть Онлайн Туры В те Музеи В те Страны В которых Мы никогда Не побываем И даже Молодые Потому что Нет И финансов И запросов Нет В той стране Оказаться Посмотреть Эти музеи То есть Открыто Такое Количество Ресурсов Через Которые Можно Познавать Мир Гораздо Активнее Чем Даже До Карантина Главное Чтобы Был Такой Внутренний Запрос Это Делать Чтобы Был Внутренний Запрос Развиваться А не Просто Включать Радио Включать Телевизор Целый День Провести В этом Котлеты Помыть Пол Вот и День Прошел Это Потребность Каждого Человека Это Выбор Как Мы Хотим Свою Пенсию Провести Но Если Мы Идем Дальше В Продолжение Практически Этой Темы Жить Прошлым Когда Вы Чувствуете Что У вас Появляется Технологический Провал Даже Будучи Работающим Человеком Что Это Значит Как Раз Вчера Буквально Делала Контрольную Работу С Ребенком В седьмом Классе По Excel Есть Word Excel И Те Вещи Которые Ну Там Надо Было Ответить На 40 Вопрос Сделать Какие-то 40 Действий В Excel Я Понимаю Что Из Этих 40 Наверное 5 Было Таких Которые Не знаю Даже Я То есть Оказывается Есть Какая-то Классная Кнопочка Которую Можно Нажать И Она Сосчитает Даже Не Сумму Вроде Элементарные Вещи Но Я Понимаю Что Всю Свою Жизнь Я Этой Кнопочкой Не Пользовалась Я Работаю Много Классе Получается Пройдя Эту Контрольную Уже Знает На Эти 5 Кнопочек Больше Чем Я В Своем Возрасте То Есть Те Кто Учится Сейчас Постоянно Они Нас Обгоняют Ежечасно То есть Дети Абсолютно Точно Они Развиваются Просто Бешеными Темпами И Одно Дело Если Мы Работая Тоже Развиваемся То есть Неважно На Можно Узнать Или Выучить Или Почитать Или Научиться И Хотим Мы Только Это Или Нет Или Нам Очень Нравится Использовать Навыки Которые Мы Получили 5-10 Лет Назад И Мы И За Дня В День Монетизируем То есть Мы Продаем Давным Давно Полученные Навыки То есть Это Как Если Мы Купили Компьютер 10 Лет Назад И Мы Ничего Не Меняли Вот Мы Каждый День Работаем На Компьютере Десятилетней Давности То есть Мы Используем Те Функции Которые Были В нем Это Так же Как Телефон Мы Можем Ходить До Сих Пор С Кнопочной Ноки Функцию Выполняет Этот Телефон А Почему Вдруг Каждый Год Каждые Два Года Или Как Стремимся Эти Смартфоны Поменять Различается Качество Камеры Но Значит Мы Хотим И Фотографии Еще Лучше Иметь Наших Детей Более Качественные С еще Более Объемным Хранилищем То есть Это Вопрос Технологии И Это Относится Ко Сферам Жизни Как Можно Отстать В Одежде Как Мы Уже Обсудили Так Можно Отстать И В Технологиях Почему Я Это Говорю Мне Было Очень Интересно Я уже Говорила На предыдущих Эфирах Что Год Назад Я Прошла По Инстаграму Шестинедельный Интенсивный Курс То Что В меня Вложили За эти Шесть Недель У меня Голова Кипела То есть До Этого Я Была Пользователем Инстаграма Залить Фоточку Написать Комментарий Какой Прекрасный День Или Я В отпуске Ну Как Мы Все Используем Инстаграм Просто Как Платформа Для Продаж Для Обучения Для Коммуникации Для Личного Бренда Это Ну Совершенно По-другому Один и тот же Инструмент Который Есть у Нас У Всех В Телефоне И Мы Можем Его Использовать Для Фоточки И Мы Можем Использовать Для Вешеного Развития Как Собственной Личности И Когда Я Изучила Этот Инстаграм У меня Младший Какими-то Фильтрами Которые Что-то Делают А он Уже Это Все Знает Получается Он В курсе Дела Он Продвинут Да Ему 12 лет Он В курсе Дела Он Ходил На Блогерские Курсы Они Сидят Как Дети В Ютубе И У меня Произошло Максимальное Сближение С Ребенком И Меня Дети Зауважали Только Потому Что Я Накачала Себ Каких-то Интересных Приложений Которые Современные Это Не Детские Это Не Тик 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 Ток У меня Нет Это Какие-то Те Вещи В которых Они Сидят Для Них Это Естественно Что-то Это Сделать И Если Мы Возвращаемся Не К Развлекушкам А К Работе То В каждой Работе То же Самое Например Я 15 лет У меня Бухгалтерская Фильма Что Такой Бухгалтерская Фильма У меня Как Меним Бухгалтерская Программа То Я Честно Использовала Хорошую Добротную Недорогую Ну Никак Не Продвинутую У меня Было Удобно Она Как Простой Велосипед Ненавороченный Но Я Прекрасно Знаю Что На рынке Существует Огромное Количество Других Программ Начиная Есть Сап Какие-то Я Тоже В них Работала Знать Что происходит На рынке Чтобы Можно Было Объяснить Клиенту Или Даже Себе О том Что А есть Еще Другие Опции То Есть Еще Другой Точно Так же Как Я Не знаю Складской Учет Торговля Еще Что То Всегда Есть Тенденции Которым Ты можешь Следить Ты можешь Ими Не Пользоваться Но Ты можешь Их Знать Это Тоже Тебя Уже Развивает И Ты Как Буй Идешь В ногу Со Времени И Этот Момент Тоже Можно В себе Отследить Когда Последний Раз Вы Интересовались Какими-то Новыми Модными Штучками В той Области Или В той Работе В которой Вы Сейчас Находитесь То есть Нужно Быть Как Минимум Любопытным Следить За тем Что Происходит Вокруг А Если Человек Скажем Работает В какой-то Определенной Сфере Пытаться Я понимаю Ну Наверное Совершенствовать Свои навыки Получается Так Но Иногда Бывает Что Мы ждем Может быть Чтобы Начальник Нам Сказал Что Не Хочешь Ли Ты Пройти Какие-то Курсы Или Что-то Еще А Сам Момент Когда Самому Это Как Зазнать Самому Что Ты Засиделся В этой Скорлупе А Надо Задать Себе Вопрос Чего Я Хочу Мой Любимый Хоучинговый Вопрос А Чего Я Хочу На Сам Деле Если Мы Просто Занимаем Место В Компании Как Мне Нравится Из Мультика Про Простокваш Какая Проблема В этой Картине Большая Польза Дырку На Стене Закрывает Если Мы Понимаем Что Мы Закрываем Определенную Позицию В этой Компании И Наша Роль Она Такая Формальная Тут 50 на 50 Кто Этой Формальной Роли У нас Наделил Начальник Который Сказал Вот Ты Будешь Просто Формально Здесь Сидеть Бумажки Перекладывать Или Вы Сами Решили Что Вы Ни на Что Не Повлияете В этой Компании И Ваша Должность Она Не Очень Интересная Если Вы Решаете Что То Чем Вы Занимаетесь Вы Ещё Собираетесь Заниматься Лет 5-10 И Не Собираетесь Например Менять Профессию А хотите Оставаться В этой Тогда Это Ваша Прямая Задача Найти Курсы Подойти К Начальству Если Они Достаточно Дорогие Объяснить Зачем Вам Эти Курсы Нужны Что От Этого Получит Компания И Тогда У вас Будет Система Уин То Вы Играют Все Вы Играете Вы Потому Что Вы Посетите Эти Курсы И Это Будет Инвестиции Только В вас И Вопрос Как Вы Дальше Будете Использовать Для Компании Которая Вам Выдала На Это Денег И Соответственно Компания Тоже Получит Какой Рост И Опять Так Вопрос Как Вам А вы Хотите Вы Готовы Или Будете Ждать Потому Что Мне Кажется Это Грустная История Когда Приходит Начальник И Говорит Что Ты Тут Засидел Это Жалость Что Ли Получается Мне Тебя Так Жалко Упадить И Поучить Что Тебя Сейчас Не Увольнять Может Я Конечно Ошибаюсь Но Мне Более Интересны Люди Которые Сами Приходили И Говорили Я Нашел Такие Курсы Я Нашла Такие Курсы Я Хочу Чтобы Выписали Такой Журнал Например Бухгалтерии Есть Вот Такой Интернет Ресурс В котором Мы Можем Узнавать Последние Новости Так За Это Я Людям Плачу И Мне Очень Импонирует Система Что Мы Должны Брать На Работу Людей Которые Круч Нас В какой-то Области Потому Что Если Мы Берем Людей Слабее Нас То Точно Это Про бизнес Или Про Добрый День Добрый День Очень Рада Вас Слышать Великолепные Эфиры Спасибо Кучу И Хочу Поделиться Своей Стою Потому Что Она Просто Тему Мне 56 Лет И Я Решила Кардинально Изменить Свою Профессиональную Деятельность Перевернуть Ее Абсолютно С Головы На Ноги Или Наоборот Вот Я Решила Стать Персональным Стилистом Но В принципе Я Уже Стала Им Я Учусь Отучилась Онлайн Курс И Скажу Что Конечно В возрасте Есть Определенные Какие-то Такие Фишки Которые Мешают Тебе Двигаться Быстрее Не так Как В молодости Во-первых Мозг Костенеет И Он Не Хотел Принимать Новое Что-то Да Вот Как Обучение Потом Связано Конечно С технологиями Трудно Давалось Ну И Сейчас Может Быть Я Не Совсем Все Освоила Но Вебинары Коучи Зум Конференции Для меня Теперь Эти слова Они Совершенно Такие Родные Так Так Спасибо 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 Большое Звонок Хотя Вот У меня Сразу Возник Еще Один Вопрос Все-таки То Что Вы Сейчас Говорите Скорее Относится К Частному Бизнесу То есть Здесь Да Действительно Заинтересован Начальник Заинтересован Человек Чтобы Фирма Двигалась Вперед А Если Мы Говорим Про Государственных Служащих Где Мне Кажется Вот Это Определенный Какой-то Бюрократизм Вот Действительно Ведь Если В частной Фирме Выгодно Взять Человека Более Умного Чем Ты На Должность То В Продвижении Недаром Есть же Господи Я забыл Эти Правила Как Кто Их Сформулировал Но Это Действительно Правило Что Наверх Пробиваются Скорее Самые Бездарные Люди Ну Вот Если Мы Говорим Про Государственное Управление Ну Простите Вот Если Кто-то Слушает Кто-то Обиделся Но Это Не Я Придумал Вот В Государственных Структурах Работают Ли Эти же Правила Знаете У меня У меня Отдельный Пункт Про Государственные Между прочим Пропустила Сознательно Думаю Может быть Не надо В ту сторону Идти Еще Кого-то Обидим У меня Вопрос Совершенно Другой Если бы Ко мне Пришел У меня Была Клиентка Из Государственной Был Такой Фестиваль Лампа И мы Делали Бесплатные Демо Сессии И люди Мы Знакомились С коучингом Чтобы люди Понимали У меня Как раз Была Клиентка Из Государственной Структуры И понимаете Уровень Запросов Я не хочу Никого Обижать Но он Был Очень Простой У меня Вопрос К людям С какой Целью Они Идут В Государственную Структуру Это Наверное Первое И самое Главное Что бы Я хотела У них У меня Нет Советов Потому Что Скорее Всего Люди Государственной Они Не Клиенты Коучи Ну Потому Что Я могу Понять Что Туда Скорее Всего Идут За Стабильностью Ну Это Наверное Самое Простое Самое Очевидное Но Стабильность Она Какая Сейчас Я Как раз Один Пятидневный Марафон Про Лидерство Потрясающий Марафон И там Всех Людей Разделили На Четыре Категории И Чиновники Структуры Это Категория Маленький Доход И Маленькие Амбиции Там Чего-то В нас Не хватает Для того Чтобы Этих Амбиций Стало Больше Чтобы Мы Захотели Получить От Природы Больше Энергии Захотели Двигаться Вперед Нет Есть Безусловно Амбициозные Политики В госструктуре Люди Умнейшие Которые Наоборот Сделали Сознательный Выбор Уйдя Из Частного Бизнеса Я знаю Налоговые Инспекции Есть Прекрасные Налоговые Консультанты Но если Мы берем Средний Срез То Это Определенная Зона Комфорта То есть Человек В какой-то момент Принимает Для себя Решение Что ему Так будет Удобно Что он Живет Там Где он Живет Он Отпуск Обеспечен Нет Не хотел Движения Плюс Очень Классный Соц Пакет Потому что Мне кажется Еще в свое Время Когда Увольняли Не месяц И не два Была Зарплата То есть Это Сознательный Выбор Единственное Если люди Его структурно Слушают И понимают Что наверное Они хотят Что-то поменять То мы можем Нашими эфирами Им помочь А так Это по сути Просто Стиль жизни Знаете Как есть черный Стиль одежды Есть так Стиль жизни У нас Ну вот Осталось Где-то 5-6 минут Еще до конца Эфира Успеем ли мы Какой-то Еще один Из пунктов Разобрать Которые Я напомню Что мы говорим О тех Звоночках Тех сигналах Которые Мы Анализируем Считываем О том Что пора Что-то менять В своей жизни Ну и В общем Подразумеваем Под этим Скорее смену работы Да У меня есть Один классный пункт Мой любимый Это когда Люди начинают Увлекаться Гороскопами Астрологами Таорологами Нумерологами И так далее То есть Я к этим наукам Отношусь Очень хорошо Очень спокойно Я считаю Что они Очень сильно Вспомогательны То есть Если вы Все про себя Знаете Если вы Прошли Терапию Коучинг И так далее Можно обратиться Я тоже Обращалась К нумерологам Узнать Какую-то Дополнительную Информацию Но Я точно знаю Что есть люди Которые живут По этим гороскопам То есть Они утром Проснулись Открыли Гороскоп Там написано Сегодня у вас Опасный день Лучше из дома Не выходить Класс Все Мне в гороскопе Написали Понимаете И самое интересное Я тоже подписана В инстаграме На один гороскоп У меня по-моему Всю неделю Я уже ради смеха Было вплоть до того Что ничего делать не надо То есть Я почитала Посмеялась Думаю Ну вы классные ребята Так мотивируете Вообще Что-то делать То есть Есть такие позитивные А тут они решили Что видимо Не моя неделя Ну не знаю Не знаю Точно так же У меня был клиент Очень интересный Когда Мы как раз С ним работали На то Что там может быть Поменять квартиру Он говорит А вы знаете А я вот как раз Сходил То ли номеролог То ли астролог Я прям села Я говорю Все И вы всю свою жизнь Как бы целый год Вы списываете со счетов Только потому что вам Ну ваш астролог Или номеролог Сказала И вот тут тоже Такой вот этот баланс Очень-очень интересный Поэтому если вы за собой Заметили Что вы наверное Больше живете Вот в таких вот В каких-то вот В моментах То может быть Надо возвращать Как бы авторство жизни Себе обратно Это вот мне очень нравится То есть Мы должны быть авторами Своей жизни Мы можем тоже Про это проговорить Это ответственность Когда мы на других Перекладываем И ожидаем Или мы на себя Берем ответственность То это вот Вот такая вот история Про гороскопы И последнее В заключении Нашего эфира Я хотела сказать Что мне безумно нравится Алексей Ситников Это известный Очень российский коуч И когда началась Пандемия Про долголетие У него есть Классная фраза Он сказал Как вы думаете Кто долго живет Долго живут Коллекционеры Селекционеры И дирижеры Коллекционеры Селекционеры И дирижеры Потому что Это те профессии У которых нету Быстрого результата Кто такой Селекционер Для того Чтобы вы увидели Что получилось Из там Семечки Которую С чем-то Скрестерить Должно пройти Много лет Точно так же И коллекционеры Это не купи Продай сегодня Ты собираешь Картины и коллекции Для того Чтобы увидеть Что будет с ними В будущем Ну и дирижеры Не знаю Это классические Произведения Которые тоже Ты должен То есть Это не одного Вечера Работа И поэтому Я нам всем Желаю Долголетия И таких Как бы Увлечений Профессий Которые бы Еще очень долго Нас заряжали Энергией И обеспечивали Нам, наверное, опять-таки Полным смыслом Интересом Энергии Долгую Счастливую жизнь Спасибо большое Ольга Троицына Коуч Сегодня была с нами На прямой связи И надеемся Что через неделю Мы продолжим Нашу серию разговоров Вот о том Как изменить себя Изменить свою жизнь Изменить что-то В своей жизни Разумеется Чтобы эти изменения Были к лучшему Спасибо большое Хорошего дня Мы можем поговорить Про энергии Кстати Очень хорошая тема Откуда ее брать И где мы эту энергию теряем Так что если Тема Как бы подойдет Голосуй за Голосуй целиком за Благодарю за это Спасибо До свидания День в день Час в час Минута в минуту Радио Болтком